Я узнал, что у меня нет в России ничего, ни гражданства внятного, ни национальности, ни работы приличной, ни перспектив, то, что создавали наши отцы и деды, я имею ввиду Байкало-Амурская магистраль, заводы и фабрики, колхозы-совхозы, разведанные, месторождения нефти, газа, золота и угля, это тоже не мое, теперь еще и пенсии у меня нет. Каких-либо прав, зато есть обязанности. Главное, конечно же, платить налоги, делать обязательные отчисления в пенсионные и социальные фонды, следить за базаром, когда говорю о царствующих особых и их вассалам, ну и быть готовым, если что, идти защищать кошелек своего хозяина от посягательств на тот кошелек какого-нибудь другого хапуги, это сейчас у нас называется патриотизмом и любовью к родине, и все мои соседи, поэтому, счастью, оказывается, заоны уже проголосовали, так что меня никто не спрашивает, потому что я в меньшинстве. Начинаем! На очередное шоу на Медне нарвался программа «Вечер» с Владимиром Соловьевым, есть такая на нашем ТВ, по-моему, одна из самых смешных, и вот и в ней. На прошлой неделе случился один показательный казус. Постоянный гость Владимира Рудольфовича, не помню фамилию, умудрился заблудиться в трех соснах, прямо в прямом эфире, так вот, в попытке еще сильнее поднять патриотический дух в сердцах, не в умах. В сердцах, подчеркиваю, российских зрителей, гость возьми, да и перескажи вымышленную историю. Из советской комедии с участием артиста Евгения Леонова все бы ничего, вот только человек преподнес это, как документальный исторический факт поразило другое. Никто из студии даже не попытался возразить, а рядом стоял журналист Соловьев и кивал, да-да, так и было. Есть же замечательный еще ответ западному журналисту, нашего великого русского актера Евгения Леонова. Когда спросили, а вы бывали за рубежом, он говорит, да, в Польше, Чехии, в Германии, туристам, нет, в пехоте. Вот, это, ну, это, это, это правда. Объективный факт, да, это зафиксировано в этом самом интервью для западных средств массовой информации. Господин Трахтин, несколько вопросов. Какое ваше хобби? Чего? Хобби. Иван Сергеевич в свободное время ловит рыбу на мормышку. Вы были за границей? Нет. Почему? Был в Берлине, в Праге. Вы ездили туда по служебным делам? Я не ездил, я пешком. В качестве туриста? Нет, в пехоте. То есть, осознаете, да, какие тонны вранья за годы иллюзорной стабильности на вас выгрузили? Если актеры из скандалити-шоу уже киносценарии начинают пересказывать и, видимо, придумывать что-то новое, каждый раз совсем голова сломалась. Дальше, вероятно, былины о русских богатырях. В ход пойдут, впрочем, не об этом хотел рассказать. И я выложил данное кино к себе в соцсети. На меня набросились. Просто мол, ну и что тут такого? А почему вы решили, что этого факта в реальной биографии актера Леонова не было? Таким, как вы, лишь бы очернить геройские поступки настоящих патриотов. Ну и дальше все стандартно. Предатель Родины, агент Госдепа докладываю. Хотя не уверен, что это станет документом, а аргументом Евгений Леонов. Во время войны был подростком. Детей на фронт тогда не брали, поэтому не мог он в пехоте пройти по Европе. Кстати, биографию народного любимца можно найти на просторах Рунета в два клика. Хотя, к кому я сейчас обращаюсь? Но если даже иной раз попадаются индивидуумы, которые свято верят, будто Гагарин в космос полетел исключительно, благодаря стараниям нынешнего нашего президента, это реальная журналистика. Тема сегодняшней программы будет состоять из двух слов. О них обычно в России разбиваются любые аргументы. И чё? Поехали! Ну а вот теперь предлагаю поговорить о серьезном. Дураки и дороги – это извечная российская проблема. Однако за 20 лет вставания с колен к ним прибавилась еще и третья беда – хапуги коррупционеры. И как выяснилось, эта третья беда прекрасно гармонирует с двумя первыми. Итак, я уже начинал рассказ о Челябинском экс-губернаторе Дубровском, который, пользуясь тем, что пошел однажды в большую политику и занял впоследствии высокий пост, помог жуликам смылить целую кучу бюджетных денег на освоение госконтракта, в первую очередь по ремонту и строительству дорог. Сегодня продолжим, а во всем по порядку. Началось все в 2011 году, когда будущий губернатор бизнесом занимался. К слову, помните вот эту вот громкую историю с депутатом Госдумы Белоусовым, в отношении которого сейчас ведется следствие по делу об астрономической взятке в 3,5 миллиарда рублей? Вся сумма очень крупная. Вы вообще предполагаете, чем они ее могут обосновать? Так вот то, что они не могут показать. Вот понимаете, на то время это 100 миллионов долларов. Куда я их делал? А вот как оно есть на самом деле. В центре скандала находится некая группа компаний «Автобан», одним из собственников которой совершенно случайно является давний бизнес-партнер Бориса Дубровского, предприниматель Сергей Вильшенко. И вот этот Вильшенко каким-то замечательным образом с 2011 по 2014 год выигрывал в регионе все самые сладкие тендеры, ну, госконтракты, если так понятнее человек на ура получал. В частности, дорожные. Ну, а что такое дороги? Это вечная тема. Сиди, пили, вот только даже распилить. Нормально, те деньги жулики не смогли. Попались на воровстве как раз тех трех с половиной ярдов на Вильшенко и двух его компаньонов, Овчинникова и Башаева, завели уголовное дело, но тут опять случается чудо. Губернатором Челябинской области назначают Дубровского. Предшественник проворовался, потому что и кинулся в бега, и уголовное дело в отношении трех товарищей скоропостижно закрывают. Экологические инвестиции и социальные гарантии. Губернатор Борис Дубровский сегодня выступил. После встречи с жителями губернатор поставил задачу. Проект был инициирован губернатором Борисом Дубровским. Вернемся к повестке губернатора. Основные аспекты жизни южноуральцев затронул губернатор. Также Борис Дубровский... Впрочем, нельзя же так просто взять и закрыть дело, тем более три с половиной миллиарда так и не нашлись. Но мы же в России живем и говорим сейчас об истории, в которой замешаны большие чины, а выход нашелся. Пропавшие миллиарды свесили на опального экс-губернатора Юревича и на депутата Белоусова, который на тот момент представлял в Думе интересы избирателей Челябинска, а еще курировал проект «Новые дороги России». Вот и сварили все на них. Типа деньги ушли туда в качестве взятки. Ну а что, удобно? Правда и тут без удивительного не обошлось. Как думаете, кого арестовали-то в конечном итоге? Даже не пытайтесь. 77-летнюю тетку Марию Бутакову, а по совместительству тещу депутата Белоусова и якобы взятку через нее ребятишки передавали в данный момент женщина находится в камере. Федеральная антимонопольная служба обвинила губернатора Дубровского, его подчиненных и дорожников в сговоре. Решение по делу передали в МВД и Генеральную прокуратуру. Согласно выводам экспертов Министерства дорожного хозяйства... Я вот, вы знаете, прям так себе и представляю. Приезжают к 70-летней тетеньке аккуратные, прилизанные мальчики в дорогих костюмах. С печатью Ельского университета на лбу привозят с собой грузовик наличных денег. Три с половиной ярда. Это большая куча, потому что... Ага, выгружают у порога, мол, передайте вашему зятю и голове области. Слушайте, ну, по-моему, это бред сивой кобылы, нет? Тем не менее, тетка, повторюсь, сидит, а все остальные на свободе. Кстати, в этой истории еще чудесные совпадения имеются. Как только дело в отношении Вильшенко со товарищей замяли, ребята вдруг побежали переписывать доли в своем бизнесе на некую мадам по имени Татьяна Солончак. И ведь опять... О, чудо! Дамочка совершенно случайно оказалась близкой подругой экс-губернатора Дубровского и даже матерью их общей дочери. 2008 года рождения. Слушайте, ну Копперфильд отдыхает. Рады, что Борис Дубровский ушел в отставку? Да ладно, серьезно, что ли? Я даже не знал. Ну, вообще, да. А почему? Ну, дороги, может быть, лучше будут. Наконец-то! Это который из Магнитогорска, что ли? О, рожа гарухированная! Я счастлив! Рады! Почему? Потому что город запустил. Я очень рад. А вот теперь серьезно, господа, совершенно понятно, по-моему, что все это дело шито белыми нитками, что без Дубровского тут ну никак не обошлось. И тендеры просто так у нас не выигрываются, да еще пачками. И дела о миллиардных хищениях просто так и не закрываются. И бизнес, выгодный переписать на любовницу большого чиновника, можно только в двух случаях. Либо с ума человек сошел, либо в знак благодарности, если можно так выразиться. А то, что посадили эту Бутакову, да просто надо было кому-то посадить, несерьезных же дяденек, в камеру заталкивать. Очень удобный расклад для всех. А если женщина в СИЗО вдруг приставится, ей, напомню, 77, так вообще красота, господа, этот дурной сон какой-то, это уже даже не коррупция. Я слово подобрать приличного не могу. Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше. Серия этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть, что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с тем и предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Как жить-то, блядь, а? Как жить-то, блядь?